Всем большой привет! Наконец-то отобрала я продукты в Project Pen 2020 года. Прочитала все ваши комментарии. Девочки, огромное-огромное спасибо! В целом, я так заметила, многие советовали очень похожие друг на дружку. Кто-то свое советовал, но я попыталась прислушаться к мнению каждого и свое мнение тоже добавить. Естественно, оно было решающим. Но давайте смотреть, что у меня вошло в этот проект. Я разложила, сфотографировала, потом я посчитала, оказалось 67 продуктов. Вроде бы как 70-то кругло можно было бы сделать, но можно сделать в проекте и 70, если кое-что там разделить. Можно так попробовать. Но вы мне потом напишите, как лучше все-таки считать, 67 или 70. Были вот такие продукты, например, которые я думала добавлять, не добавлять. Но кто-то из девочек написал, что, например, вот это я и так истрачу вне проекта. Вот тоже думала про спрайт, но чего и вот тут осталась тоже вот капля. Только вот ради этой капельки добавлять. Смысла тоже нет. Ну, в общем, вот были такие около проектные. Ну и зеленые тени Art Deco. Кто-то сказал добавить, кто-то сказал не надо. Ну, я думаю, до донышка я доковыряю вне проекта, потому что в проекте все-таки зеленых теней достаточно. То же самое касается вот этого консилера. Ограничитель я вынула, но, видите, его трудно в любом случае смотреть. И неотмечаемый консилер тоже от Ariflame, только стойкий. Он у меня уже есть в проекте. Ну, в общем, это то, что не вошло. Давайте посмотрим, что вошло. Немножко буду хаотично показывать, потому что не очень удобно. Но постараюсь держать какую-то тему. Праймер отметила, взяла. Это масляный праймер. Мне он нравится. Очень даже нравится. Четыре капли на мое лицо достаточно. И на нем очень хорошо держится косметика. И я думаю, что пока он не закончится, мне он не надоедает. По крайней мере, на данный момент не надоедает. И я думаю, что я буду так с ним пока работать. Очень многие девочки мне посоветовали убрать вот эту тоналку от Клиник. Но почему я ее все-таки решила оставить? Как показала история 2019 года, я брала ее в косметичке много раз. Мне очень нравится эта тональная основа. Но из-за того, что в проекте что-то надо было постоянно использовать, я ее отставляла в сторону. И за 2019 год, ну, вот это все. И поэтому я думаю, что лучше пусть она будет в проекте. Так мне будет интереснее ее использовать. Даже если я ее не закончу до конца, что вряд ли, пусть она все-таки будет со мной. Это то, что я хотела бы видеть в косметичке. И то, чем я хочу пользоваться. Ну, насчет этого тонального крема многие сказали быть ему. Быть ему в 2020 году. Он для многих стал родным. Конечно, ему сфотографировать было не очень удобно вот так. Поэтому я отметила и сфотографировала вот эту метку. Ну, за год, естественно, я ее сотру не один раз. Буду я его с чем-то перемешивать, потому что он слишком светленький для меня. Ну, будем использовать. Если в банке 80 мл, мне кажется, тут где-то 35, может быть, осталось. Но это уже более реально. Это как одна тональная основа будет считаться. Вместо того, чтобы убавить парочку, как мне написали девочки, я добавила. Добавила от Кадали. Я не знаю, сколько ее здесь. На свет, если смотреть, как-то оно непонятно просвечивает. Но не тяжелый. Хотя 30 мл, видимо, я им уже хорошо пользовалась. Взяла его, видите, он. Он хотя и подстраивается, но все равно он темноват. Я его взяла в пару к Мэйтан. Если тот сильно светлый, то этот прямо вот такой кирпичный. Хотя он подстроится потом. Но в любом случае, вот эта ржина, она такая пугающая. Я думаю, он жидковатый, а тот плотный. И вот они в тандеме, мне кажется, будут работать хорошо. Тем более сроки у них у обоих такие, что лучше использовать в 2020 году. Тональный крем, который в большом, кажется, объеме 50 мл, на свет плохо просвечивает, но он легкий. Мне кажется, здесь хорошо, если половинка. Поэтому буду считать, как будто бы половинка. Плотный, хороший тональный крем. Буду его тоже использовать. Он мне подарен уже какое-то время назад и просится. Еще один тональный крем, который тоже требует расхода. Здесь по объему не вижу, но, мне кажется, 50 тоже мл. 40 мл в нем. То есть он достаточно большой. Если что-то не использую, но хотя бы убавлю, это будет тоже хороший результат. От Фаберлик новый, прямо вот полностью новый, 25 мл. Ну вот 25 мл, видите, они такие реально используемые. Используемые. Этот крем у меня попадает в проект. 30 мл тональный крем. Его очень хвалили. Очень прямо хвалили этот блюр-крем. Фаберлик его уже вывел. Ну вот я хочу его использовать, чтобы не откладывать каждый раз, пусть будет. И последний крем. Вроде бы последний. Девочки, надо уже думать, ты чего. Реально, можно посмотреть. Но этот у меня начатый. Его здесь 30 мл написано от Эйвен. Их уже тоже не выпускают. Но мне кажется, его уже тут побольше половинки, конечно. Но я им пользовалась в этом году. То есть получается, тут не все битком набитые, многие начатые. Более разумно я подошла к выбору консилеров. Вот этот консилер от Революшн я не стала отмечать, потому что он тут непонятно, что-то вверху, что-то внизу. Он еще и сам по себе подсыхать пытается. Официально в нем 4 грамма. Я его сфотографировала. Ну и так будем по фотографии ориентироваться. Хороший продукт. У него, кстати, спонж. Ничего вам не напоминает? Мне кажется, очень даже напоминает. Блеск бьюти-бомб. Такие же. Там спонжи толстые. И благодаря вот этой толстой кисти это тоже хитрый ход производителя. Вроде банка круглая, большая, кажется. Продукта кажется много. Но вот этот спонж, он занимает там большую половину места. Так, давайте я буду не картинкой, а вот этой стороной ставить. И тоже вот этот уже использовала я. Здесь по миллилитрам 10. 10 миллилитров. То есть это нормальное такое количество. Он очень светленький. Но мне это нравится. Им хорошо выбеливать зону под глазками. Он плотный. Видите, насколько плотный. И водостойкий. Поэтому, я думаю, будет он долгоиграющим. Потому что, во-первых, 10 миллилитров. Во-вторых, плотный. Значит, надо совсем чуть-чуть. Но буду вот его использовать. Так, не надо подать. Давай ты полежишь. Вот так побудешь. Я тут сильно, наверное, раскидала. Лучше мы потом опустимся. А то, что-то у меня там где-то в углу все спрятано. Консилеры, которые я тоже хочу поиспользовать. Девочки некоторые написали, что их не надо брать в проект. Но на год-два маловато. В любом случае, вот эти два я точно хочу полностью использовать. Посмотрим, как будут работать вот эти. Ну, а вот эти два я буду как базы под тени использовать. Может быть, и на покраснение там, как получится. Посмотрим. Но в любом случае, вот хочу эту палетку от NYX. По крайней мере, эти два продукта взять. Далее, давайте уже пудру, да, посмотрим. Одна пудра будет у меня от Риммель. В ней аж 14 грамм. Представляете, вот от эстрады 7 грамм было, а в этой 14. И получается, что вот эта пудра у меня будет долгоиграющая. 3-4 месяца. Только она одна будет работать. И я этому рада, потому что надоедает, когда очень быстро заканчиваются продукты. Иногда даже кажется, ну, куда я их деваю-то. Следующую пудру, которую я буду считать, как два продукта. Это на Алиэкспресс я заказывала. Очень понравились мне у Зарины подобные продукты. И я взяла себе 22 оттенок. Там была она в двух оттенках. Я сейчас коробочки уже все уберу. Оставлю только сами продукты. И она, почему у меня двойная, потому что, так давайте, вот так. Вот одно отделение с зайчиком. Ну, а куда ты второй тут скакала? И вот второе. И тут, видите, кремовый продукт. Вот такой кремовый продукт. Я еще сама путю не поняла. Это больше как подглазки, хайлайтер высветляющий. Посмотрим, как она будет работать. Как я ее буду использовать. Но в любом случае, я решила, что это пусть будет у меня якобы два продукта. Далее из пудр взяла ферин. Эта пудра компактная. Ее можно и влажным, и сухим способом наносить. Тон номер два у меня. Так, годен до 24. Шесть с половиной грамм. То есть, видите, а здесь наоборот, такой маленький рефильчик. Вот такая красивая пудра. Огромная. Вот смотрите, какое зеркало у нее шикарное. Ну, а самая пудра-то получается, вот, раз-два и обчелся. Вот. И если влажным способом, мне кажется, она вообще быстро тогда закончится. Ну, в общем, вот эта пудра точно быстро уйдет. Так, я коробочку уберу. Здесь есть вот такая бархатка. Чтобы она сильно-то не плестела, давайте я ее пока в эту бархатку и положу. Вот так. Так, что у нас еще по пудрам? По-моему, еще одна была. Или все? Три? Нет, должно быть четыре. А, все, вижу. Пройти. От Флормар вот такая пудра у меня еще. Девять грамм в ней. Оттенок что-то я не вижу. Вот такая. Ну, девять грамм, мне кажется, это вообще хорошее. Она чуть-чуть, смотрите, кажется... Нет, вообще-то не кажется. Подумала темновато, но в любом случае можно на лето ее использовать. Вот, получается четыре пудры. Там вторая жидкая. На консилер больше похоже. И я 67 посчитала вот этот продукт как один. Но я думаю, я его все-таки, может быть, сделаю вот 68 на два разделить. Потому что с этой стороны тоже все-таки пудра. А я ее хочу использовать. Мне она под глаза нравится. А вот с этой бронзер... Девочки, мне многие написали, ее не надо брать. Но вы знаете, я ее не брала в прошлом году. И она у меня пролежала. А тут хотя бы именно у этого продукта я хочу цель поставить докопать до дна. Как я уже буду копать, я не знаю. Буду ли я копать, не знаю. В любом случае, сильно вам надоедать этот продукт не будет. Потому что я могу, например, около косметичек его держать. Не мелькал, чтобы в косметичках. А в отчетах показывать, например, уже когда конкретный результат будет. Но, тем не менее, я считаю, что эту пудру с этой стороны реально все-таки использовать. Ну, посмотрим. Решила взять. Только напишите. Все-таки разделить на два. Все-таки не 67 было бы, а 70 продуктов. Как вот лучше с ней поступить. Потому что пудра реально закончить. А вот вторая половина-то нет. Нереально. Я просто понимаю это. И поэтому, если они будут как два продукта, то один может быть закончен, а второй нет. Далее. Двое румян взяла. Как и показывала во влоге. От Revlon в 20 оттенке. Тут я буду считать как один продукт. Хотя здесь хайлайтер с этой стороны. Хайлайтер очень светленький. Такой розоватый. Он набирается только плотной кистью. Ну, тут видно, конечно, пальцем. Но с ним справляется только плотная кисть. Розовые румяна выглядят вот так. Но я вот мешаю вот с этим. Вот так. Вот такой продуктик. Ну, вот хайлайтер, конечно, редко я такой плотный продукт вижу. Ему подобные только от Faberlic я скоро покажу вам. Так, давайте вот сюда румяна. Вторые румяна, которые я взяла, я сейчас покажу от Essence. Я понимаю, что те точно закончатся. А эти румяна я использую по-разному. Иногда я набираю тут, иногда я набираю тут. Порой так, а порой вот так. Вот в этом углу никакая камера не берет. Но здесь очень хорошая ямка, лонка. Ну, вот, может, вот так, если только тень упадет, вам будет видно. Но прорыто. Есть там прорыто. Вот сейчас я вам покажу, как по-разному отдает свет. Вот, видите? На косточку я тут просто попыталась нанести. Попала. Видно тут разные. И когда перемешиваешь, настолько нейтральный. То есть это румяна у меня одни из любимых. Лена мне дарила. И я очень-очень рада, что они у меня есть. Так, давайте вот так вот. И сейчас сюда еще что-нибудь просунем. Продукт, который многие не хотели, чтобы я взяла. Но он у меня пролежал уже достаточно долго. И как тени, и летом, как бронзирующую пудру. В общем, я беру вот этот. И его даже как-то немножко вот так. И я вам сейчас покажу эти оба оттенка, какие получаются. Вот. Они такие интересные. Желтый я как тени часто использовала. И у него реально ямка. А этот замыливается. Хотя бы проковырять оба до дна. Тут я буду одним продуктом считать их оба. Как одно средство. Но цель именно в этом продукте добраться просто до дна. Кому-то не очень нравятся дырки считать. Но это то, на что я способна. Поэтому цели немножко разные у меня у каждого продукта. Девочки говорили, очень много бронзеров взяла. Я убрала бронзирующую пудру от Фаберлик. В золотой круглой штуке. И от Рилуи вот эту вот малышку тоже убрала. А остальные решила, что лучше я в этой просто до донышка доберусь. И в этой просто до донышка доберусь. А вот эту я бы хотела использовать. Многим не нравится желтый подтон. Но я использовала и ямку-то я тут тоже... Вот. Я уже поняла, как надо вам показывать, чтобы было видно. Вот. Видно, да, какие ямки нарыты тут. Возможно, исправлюсь. Так. Один. И второй. Как уж будет, не знаю. Но вот летом, когда я загораю, у меня кожа прямо загоржелтый. Желтый. Такую рыжинку. Поэтому мне все, что с желтым подтоном идет. Мне не идут розовые подтоны. Тут девственная кисть остается. А вот по граммовкам 9 грамм здесь. Ну, пускай даже 3. Если вот здесь, 6 с этой стороны. Ну, попробуем. Как уж справлюсь, не знаю. Но попробовать можно. Так. Что у нас тут еще мелькает? Тени. А, ну вот давайте скульптор. От Эстрады скульптор 7 грамм. Хорошо он уже ушел. И в отличие от всех остальных, этот идеальный оттенок. Тут действительно скульптор. У него бежевый подтон. Идеальную дает тень. Поэтому это прямо вот палочка-выручалочка. Он точно такой же, как вот от Рилуи. Мне нравится. Хайлайтер, которым с удовольствием я буду пользоваться. Если здесь желтоватый с блестками, там розоватый, который нужно копать и ногами буквально топтать. Тут тоже 7 грамм. Этот идеальный. Вот, смотрите. Это уже действительно хайлайтер. Пусть он будет. Хайлайтеров, кажется, больше у меня тут нет. Не стала я брать с прошлого года больше ничего. Далее. Давайте тени. Очень большое количество людей мне сказало, что вот это брать не надо. Палетку. Но, девочки, она классная, как база. База под цветные тени. У меня часто на глазах зелень, часто рыже-желтое что-то. И поэтому вот эти вот три оттенка у меня в ходу. Я сфотографировала. Если будет сильно надоедать, я могу в косметичках особо не показывать ей вот так вот не трясти, а просто как факт показывать, что базой является эта палетка. Я даже все базы свои кремовые повыкидывала, вы знаете, потому что они у меня просто сроки уже прошли. Буду использовать весь год, продолжать эту палетку. Пусть она все-таки будет. Тени оставляю от Стеллари. Я об них думала задолго до начала, так как я тут научилась показывать вам. Вот, как ямочки тут видно. Есть. Докопаю до дна и сколько получится использую. Так, сейчас я вам покажу тут свочи. Ямки хорошие. Плохо, конечно, видно. Но ямки хорошие. Особенно у первых двух оттенков. У темного... О, что же никак не получается. Вот. У темного не такая, а вот у белого прямо, у желтоватого, глубокая ямка. Но в любом случае я сфоткала. Как видно. Вот такая нейтральная прямо палеточка. Интересная, спокойная. Так, салфеточкой пальцы ототру. От Estee Lauder решила взять тоже палеточку. Тут нечего особо приближать. Она немножко замыливается. Чуть-чуть капризная. Ну, хочу я ее тоже поковырять. Очень маленькие рефильчики. Вот окошечки сами. Неудобно пальцами. Ну, возможно, они глубокие. На глубину не знаю. Вот так они выглядят. Я сейчас их вот сюда нанесу. Вот такие. Тоже прямо совсем спокойная палетка. Фиолетовый вот такой цвет трудно сделать. Смотрите, передается он больше такой немножко грязноватый. Ну, посмотрим. Решила я ее все равно взять. Так, далее. Давайте вот эту палетку покажу. Кто-то из девочек, Аня, кажется, предложила вместо вот этой палетки взять что-то поновее. Но, девочки, я переложила сюда однушки-двушки, которые у меня залежались. Которым рука-то бы тянулась, но они лежали массой. Я даже для них специально палетку заказала, чтобы их переложить в одну кучу. И эта палетка в стороне опять. Мне хочется ими пользоваться. Здесь оттенки, которые мне очень нравятся. Я сосчитала как 11 продуктов изначально. Но сейчас хочу вот эту тройку все-таки разделить не на один продукт, а на три. Почему? Потому что здесь нет дырочек только вот в этих рефилах во всех. А вот эти четыре я посчитала как одна палетка. Я их оставлю как одну палетку. Потому что их я буду хотеть использовать полностью. Если получится, то полностью. А все остальные добраться до дна. И получается, давайте я буду считать здесь не 11, а 12-13 оттенков. Один оттенок это все-таки палетка из четырех дырявых. А остальные будем добираться просто до дна. Вот эти сделать это будет очень трудно, потому что они такие рефильчики плотные. Там глубоко копать. Давайте я, знаете, что сделаю? Сотру сейчас частично. Первая. Вторая. То есть двойные, они так и будут двойными. Первые две. Сейчас румяна тоже уберу. Сегодня салфетку у меня из пачки детские салфетки не так хорошо стирает, как мицеллярные. Так, первые четыре. Ну, две, да? Третью смотрим. Это третья. Четвертая. Пятая. Ой, какая красивая. Четвертая. Пятая. Матовые сыпятся немножко. Так, это у нас пятая. Шестая немножко капризная. Седьмая. Это металлик. Катрис. Восьмая. Девятая. Красота. И почему от Ardeco я не стала брать? Видите, да? Идентичный цвет. Да еще этого металлика вот тут три, по-моему, грамма. Он реально большой. Так, вот эти вот, не знаю, получится у меня набрать. Они тоже такие узенькие, которые я сейчас тоже разделила по одному рефилу. Все-таки 70 удобнее считать. Вот они прямо никакие. Они будут как база. А вот эти, и опять же, вот видите, подобный оттенок, как вот этот от Ardeco. Я попробую сейчас набрать. Вы, наверное, уже по ним соскучились. В восемнадцатом году они у меня в проекте-то были. Так. И розовенький. Ну, хотя бы вот так покажу. Вот они очень красивые. Это палетка от Divas Princess. Была. Получается 13. Здесь 13. Оттенков. И у нас с вами будет получается 70. Ну, уже вроде раз просила, а сама решила, да. Тут будет 2, и здесь 13. Карандаши. Карандаши я взяла 5. 1, 2, 3, 4, 5. 2 для губ. И 3 для глаз. Я сейчас их выкручивать, девочки, не буду. Я покажу сводчи. Давайте сейчас я тени. Давайте тени еще разок покажу, какие у меня в проект попали. Может быть, на 2021 год я либо однушек наберу в проект тени, либо палетку возьму, попытаюсь одну всего палетку использовать. Не знаю, как уж там дело пойдет, но пока в 2020 году все-таки решила так. Карандаш от Avon. Pink. Он начатый уже у меня. Так он выглядит. От Mary Kay. От Mary Kay выкручивала, чтобы отметить. И они там нигде не закрепляются, просто так в легкую болтаются стики. То есть они сразу ломаются, когда полностью выкручиваешь. Такой красивый от Mary Kay. На него блески красиво. От Mary Kay для глаз серый. Очень мне он понравился. Я его с огромным удовольствием взяла. Вот он прямо ломался. Он даже посерединке где-то у меня надломился. Такой цвет прямо вообще супер. Почему я его игнорировала долго. Они, кстати, идут вот даже с точилочкой. Так, Mary Kay от Faberlic коричневый. Я сейчас вам на бумажке покажу размеры. И вот от Avon еще один Smoky Diamond вроде. А может нет. Ну, Smoky точно первое слово. Второе не вижу, я слепая. Этот у меня, вот видите, сколько кручу. Уже хорошо начатый. Но он не реанимированный. То есть его и первый от Avon для губ еще подлежат реанимации. Завела я вот такую бумажку. Project Pen. Я-то написала 67 штук. Но я исправлю на 70. И вот они, карандаши. Вот весь верх. Отсюда, досюда. Вот два, три, четыре. И пятый. Самый маленький получается. Его, правда, можно еще реанимировать. Это Avon. И вот Avon еще подлежит реанимации для губ. Обычно реанимирую я, когда это еще полтора сантиметра. Далее. А вот еще одну тенюшку. Я вам не показала. Уже, наверное, некоторые запереживали, где она. Тоже сфотографировала все. Вот так она выглядит. Доиспользуем ее. Я считаю, что ее надо доиспользовать. Потому что она у меня и как база отлично работает. Очень она мне нравится. И мне не хочется с ней прощаться. Просится она у меня доиспользовать ее. Так, теперь давайте бальзамы для губ. Сколько я взяла в проект? А взяла я их один, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть бальзамов. Из них несколько цветных. Обычный Dolce Milk. Целый, прямо новехонький. Можно так сказать? Думаю, все новенький. Так, местечко. Маша и Медведь. Ой, как он вкусно печеньками пахнет. Вот так вот он выглядит. Тоже новый. Полностью новый. Маша Dolce. И обычный бальзам еще идет вот такой. От 100 рецептов красоты. Тоже приятно. Очень пахнет. Цветной ягодный микс. Но он не очень цвет отдает. Он такой маленький. Мне кажется, он закончится прямо очень быстро. Нет, не видать цвета. Не видно. Я уж сразу это исправляюсь. А то у меня учителя контролируют. Фруктовое сияние гранат. Это делике. И он у меня вот. Видите? Был начатый. Я решила, что цветные имеют место тоже быть. В прошлые годы я не брала цветные бальзамы. Вот он. Небольшой цвет дает такой. Розовенький, уходящий. И чтоб не лежал, пусть используется. И Baby Lips. Он практически целый. Хотя он у меня уже начатый. И я решила его тоже взять. У него тоже небольшой прямо оттенок. Чуть-чуть персиковый. И пахнет он, по-моему, персиком. Вот видите? Он прямо только начатый. Миллиметра два всего ушло. Блески для губ я взяла четыре. Как и говорила вам. Вот этот полностью новый. Бриллиант 3D в 43-м номере. У меня такой в 2018 году закончился. Я купила второй, потому что мне очень понравился. И оттенок, и по действию. Смотрите, он какой красивый. Решила, что пусть будет. От Avon блеск взяла. Вот так вот я отметила. Будем как бы отсюда отталкиваться. Вот такой розовый. Приятненький. На губах приятненький. Давайте я буду крышками вниз. А к вам красотой. От Divash. Если вынуть спонж, его еще меньше. Кто-то из девочек сказал его выкинуть. Зачем? Он классный. Он вкусно-вкусно пахнет жвачками. Зачем выкидывать-то я никак не пойму. То, что я люблю. Если бы протух хотя бы выкинуть. Он такой вкусненький. По аромату. На губах не чувствуешь ни вкуса, ничего. А так он очень красивый. Горе-блеск от Beauty Bomb. Который, я вам уже говорила, один сводч сделала. Я сейчас сделаю сводч. Может уже, наверное, в пустые банки будет его класть. Очень много продукта уходит на этот вот бомб-спонжи. Давайте хоть бачком, что ли, чтобы не все, не весь продукт-то на сводч. Истратить. Это ненормальный расход. Чтобы после сводча практически продукт закончился. Но в следующие разы я буду... Не буду делать сводч уже. А то весь кончится раньше времени. Так. Что у нас тут? Бальзамы. Вот они, бальзамы. От Dolce Milk до ягодного микса. То есть я их взяла и все отметила. Всех меньше получается. Вот ягодного микса. Он самый тоненький. И маленький стик. Ну, практически бальзамы почти все новые. Блески я на бумажке не отмечала. Я их отметила. Либо тут, либо я знаю, что они целые. А дальше идут помады. Я уже их... Давайте сразу здесь покажу. Где-то написано. Вот помада написана. Вот их сколько. Какие-то достаточно длинные стики, но они тонкие. Есть которых немножко стиков. Но давайте смотреть вместе со сводчами. Самая маленькая от Catrice помадка попадает сюда. Потому что она у меня подтаяла. И я считаю, что ее надо бы уже бедняжку использовать. Давайте вот здесь я буду делать все сводчи. Помадные. Красивый оттенок. Но вот, к сожалению, она пострадала. Беру от Stellarie. В 20-м оттенке магия цвета. Она почти новая. Но у нее шикарный расход. Потому что очень талая текстура. Она выглядит больше как блеск. Красивые блестки. Буду использовать ее. В большом стике от Maybelline 240 оттенок. Красивая сиреневая с золотыми блестками. Вот она прямо видно. В золото уходит сиреневый, который уходит в золото. Оригинальный цвет. Хочу пользоваться. Пусть будет. От Avon. Незаметно. Вне всяких проектов. Целая была помада. И посмотрите. Она у меня уходила. Сама по себе. Без всяких проектов. То есть рука к ней тянулась. У нее есть вот этот бальзам. Который холодит. Вот до самых морозов. В сумке она у меня гуляла. Либо дома буду наносить. Либо дождется лето. И продолжит со мной гулять. Но в любом случае классная. У нее смотрите тут. Вот. Вот эта вот штука. Почему-то она отсюда хочет оставаться на крышке. Стала выскакивать. Красивый очень футляр. Прямо дочушина красивая. Оставила с прошлого проекта. От The One. Решила оставить. Тут ее немного. Попробую одну из первых. Доиспользовать. У нее очень ходовой оттенок. Может быть будет просто в сумке со мной гулять. И использую. Также помаду взяла. Которая уже Waven не выпускается. Из-за того, что как бы такие нужно уже использовать. У которых. Которые уже сняты с производства. Очень красивый тоже оттенок. Носибельная. Красивая. Вот так. Все отметила. Посмотрим справлюсь или нет. Но взяла. И еще одна помада, которая мне очень нравится. Тоже Iwan их уже вывел. Осталась ее вот так. Шикарный оттенок. На губах она, когда многие спрашивают, что за помада. Она реально красивая. Мауэ называлась раньше. Буду ее использовать. Помадка, которая закончится первая. Вы знаете, что она у меня с прошлого проекта просто не успела закончиться. Но очень хорошо подтаяла за последний месяц. Она светло-розовенькая. Вот такая. Прямо быстро тающая. И взяла помадки. Я вам говорила. Хитренько взяла. Которые быстро используются. Beauty Care. Эту взяла за красоту. Она и с блесками. Она тоненькая. Она талая. И она красивая. Смотрите, какая она красивая. Шикарная помадка. Хочу, чтобы она у меня была под рукой. Буду ее использовать. От Faberlic взяла. Это больше похоже на бальзамчик. Оттенки были на слюде. Здесь всего 2 грамма. И вот я его несколько раз буквально покрасила. И расход очень большой. Не буду весь выкручивать. Я его уже отметила на бумажке. Вот он прямо совсем нейтральный. Классный. И очень талая тоже текстура. Заканчивается быстро. После сводча даже становится его меньше. И последние 3 помады. Вот из этой линейки. Блестящей. Эйвен их тоже вывел. Красная. Вот они примерно такие. У них по граммовке 1,8 по-моему грамма. В общем, вот такая красненькая. С талой текстурой. Быстро очень заканчивается тоже. Коричневая. Или светло-коричневая. Но оттенок-то вроде коричневый. Такой тоже талая текстура. Прям они такие, как полупрозрачные. Вот, смотрите. Прям, мне кажется, красишь и сразу убавляется. И еще одна розовая. Вот так. Это более прямо носибельная такая. Все. Это все, что я выбрала на весь год. Может быть и многовато, но зато есть выбор. В отчетах не все будет сразу фигурировать. Потому что, например, те же пудры я буду брать по одной. Остальные просто буду стопочкой выставлять, что еще не тронуто. Поэтому я не думаю, что отчеты будут перегруженные. Как и бальзама для губ, например. Пока один не закончится, остальные будут просто в сторонке ждать своей очереди. Просто я хочу именно это количество убавить. Помад взяла очень много. Я вам говорила. Назовите меня болтушка-трепушка. Когда я наберу снова огромное количество помад. Но я помады всех больше люблю. Поэтому они у меня должны быть. И выбор пусть даже останется. Но я знаю, что я все понадкусывать успею. Ну и тональников. Пусть убавится. Но зато убавятся все. Что-то закончится, что-то убавится. Главное, что я успею все понадкусывать. Всеми попользоваться. Ну что ж. Я сейчас буду прощаться. Надеюсь, вам будет интересно и на следующий год следить за этим проектом. В любом случае, я уже настроена. Для тех, кому непонятно, почему я это делаю. Это моя игра. Это мое развлечение. Это мое хобби. Нравится мне. Очень нравится. Поэтому, как я играюсь и чем. Ну, это уж по интересам. Одни играются одним, другие другим. Это мои игрушки. Спасибо огромное за внимание. Давайте покажу еще разок последние свочи блесков. Вот такой блеск, конечно, дорого. Но и вот он такой красивый. Почему они такое количество-то сделали игрушечное? И вот столько помад. Но помады все носибельные. Поэтому, я думаю, большую дозу реально использовать. И вот получается 70 продуктов. Если вы считаете, напишите, правильно ли я сосчитала. Но я сейчас буду убирать его в коробку и посчитаю еще раз. Наверняка должно быть 70. Ну, все. Всем пока. Приятного настроения. До новых встреч. До новых встреч.